В Беларуси стали доступнее кредиты для населения и юрлиц. Это вызвано снижением ставки рефинансирования до 10,5% и замедлением годовой инфляции до 6%. За счет этого в прошлом месяце подешевели продукты бытовая химия, топливо и услуги связи. При отсутствии шоковых ситуаций для экономики страны аналитики прогнозируют дальнейшее уменьшение стоимости товаров. Минобор озвучил, сколько абитуриентов вузы и СУЗы планируют зачислить в 2023. Всего высшие учебные заведения намерены принять 52 200 человек. Это почти на 900 меньше, чем годом ранее. При этом бюджетных мест будет больше – почти на 1500. В ближайшее время будут утверждены сроки проведения приемной кампании, определят даты подачи документов, проведения вступительных испытаний, а также зачисления на все формы обучения. В Могилевской области 27 апреля пройдет международная просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы». В ней примут участие более 800 школьников, студентов и учащихся колледжей. Молодые люди получат независимую оценку своих знаний о Великой Отечественной. В то же время общий результат даст объективное представление об уровне исторической грамотности молодежи. В Бобруйске с 20 по 22 апреля в тестовом режиме будет курсировать троллейбус номер 4А. Путь следования Сикорского, проспект Строителей, Шинная, Гагарина, Гоголя, 50 лет ВЛКСМ, Ульяновская, Шевченко, Крылова, Интернациональная, Советская, Держинского, Пушкина, Карла Маркса, Советская и далее по маршруту. Более подробная информация по телефону 718945. К слову, в день республиканского субботника вся работа пассажирского транспорта организуется по графику рабочего дня. В эту субботу футбольный клуб «Белшина» будет принимать мозорскую славию. Матч пройдет на стадионе «Спартак». Начало в 17.00. Виток на игру для взрослых 4 рубля, для детей 2. Сейчас шинники идут на 14 месте в турнирной таблице. Наши соперники занимают шестую строчку.